Добрый день! Здравствуйте! Сегодня с вами приготовим цукаты из апельсиновых корочек. И для этого нам понадобится 4 или 5 апельсинов. Корочки снимаем у всех, а у одного выжимаем сок. Вот и все. Теперь нарежем их вот такими полосочками. Можете и помельче. Выжимаем сок от одного апельсина, откладываем в сторону, а теперь начинаем убирать горечь из этих корочек. Высыпаем в кастрюлю. Насыпаем сюда пол чайной ложки соли. Наливаем воду, чтобы покрыло полностью наши корочки. Ставим на огонь, доводим до кипения и кипятим 10 минут. По истечении 10 минут вынимаем корочки из горячей воды и сразу опускаем их в холодную воду. Хорошенечко промываем. И как видите, у нас получилась вот такая неприятная жидкость, которую мы выливаем. Промытые корочки обратно отправляем в кастрюлю с чистой водой и, естественно, добавляем еще раз пол чайной ложки соли. Отправляем на огонь и варим их. Точно так же, как в первый раз. В последний раз мы кипятим корочки в чистой воде. Доводим до кипения. Они уже мягкие. У них уже, можно сказать, нет горечи. Вы пробуйте на свой вкус. Вот я тоже пробую. Для меня это нормально. Но если вам будет горчить, можете повторить еще один раз. То есть мы три раза кипятим, два раза добавляем соль, а третий раз не добавляем соль. Можете это сделать три раза с солью, один раз без соли. То есть апельсины уже будут почти готовы. Мы их, значит, прокипятили, слили воду, сполоснули, а теперь добавляем сахар. У меня было четыре крупных апельсина. Я добавляю два стакана сахара. Ну, чуть меньше, чем два стакана. Добавляю сок, который мы выжимали. Желательно, чтобы это был один стакан. Если нет, доливаем воды. Я доливаю где-то полстакана воды, чуть больше, чем стакан получается у меня. Но где-то не 200 грамм, а 220 грамм. Заливаю и ставлю на огонь. Мешать не будем. Ставим на огонь и даем ему прокипеть хорошенечко. Выкипает вся жидкость. И дальше я вам покажу, в каком состоянии будут наши корочки. Вот корочки прокипели. Кипятились они минут 20 на медленном огне. Вода испарилась. И вот получились корочки без сока. Но на дне, видите, вот такое желе. Оно не стекает, ничего. Всё. Значит, всё готово. Выстилаем какую-нибудь поверхность бумагой пекарской. И выкладываем сюда корочки на расстоянии друг от друга, чтобы они могли высохнуть. Если у вас дома жарко, есть печка, можете поставить на печку. Если у вас духовка, то отправляем в духовку. На полчаса или 40 минут. 50-60 градусов. Включаем духовку. Вот и всё. Наши цукаты подсохнут и будут мягенькие. Но если подержать дольше, у вас получатся вот такие конфетки. Я их называю апельсиновый сахар. И очень люблю их пить с чаем. Если хотите, можете сушить дольше. И тогда они у вас будут вот так стучать. Потом упаковываем всё это в баночку. И накрываем крышкой. Вот и всё. Апельсины съедаем. Из корочек готовим цукаты или же конфетки. А я хочу вам пожелать доброго здоровья. Не забудьте поделиться этим видео. Поставьте свои лайки, дизлайки. Задавайте вопросы, если они есть. И если нравится мой канал, и вы до сих пор не подписали, можете подписаться.